Согласно Reuters, президент США ввел новый пакет санкций против РФ, который существенно отличается от других подобных мер. Самым мощным оказался запуск инструмента, который способен без раскачки нанести удары по российской экономике, мгновенно отвечая на любые враждебные действия. Согласно подписанному исполнительному указу, президент передает полномочия на введение санкций против любого сектора российской экономики правительству. То есть теперь Госдепартамент и Министерство финансов сами могут решить, в каком секторе экономики РФ пора тушить свет. Теперь эти решения будут приниматься в рабочем порядке. Заметим одним указом, Байден как упростил механизм санкционирования РФ, так и дал добро гасить сектора экономики без перечисления физических и юридических лиц, попадающих под рестрикции. Говоря языком маркетологов, президент перевел розницу в режим торговли оптом. Но не только этим интересен механизм. Здесь объединена ответная реакция как за вмешательство в выборы, так и за хакерскую атаку на госучреждения. Сюда попали лица, ответственные за продолжение оккупации отдельных территорий Украины. Тут же учредители премии за голову американских военнослужащих. Этот вопрос еще изучается и окончательные выводы будут сделаны позже. Насколько можно понять, спецслужбы сейчас изучают информацию о глубине приказа, в результате которого появилась данная инициатива. Пока все сходится на ГРУ, которое признали виновным в хакерской атаке на серверы госучреждений. За премиями также стоит ГРУ, но как минимум они должны были согласовываться с политическим руководством и, скорее всего, спецслужба просто отрабатывала поставленную задачу. Сейчас выясняется вопрос о том, кто и через кого отдавал приказ. Если он существует в письменном виде, то кто-то сейчас может обеспечить себя на всю жизнь, предоставив американцам скан. Советник по нацбезопасности Джейк Салливан особо подчеркнул, что это только начало настоящих санкций, и они являются взвешенным и адекватным ответом Москве за ущерб, который она причинила. При этом эти и последующие санкции являются обычной компенсацией и не ведут к эскалации напряженности. То есть Вашингтон заверяет, что лишнего не навесит, но и недогруза у Москвы уже не будет. Любое враждебное действие будет получать калечащие удары. Все давно заждались, когда США решатся на введение запрета по операциям с российскими государственными долговыми облигациями РФ. И время пришло. С 14 июня вводится запрет, который вызовет у РФ большие проблемы на рынке внешних заимствований. В общем, пророчество Салтыкова-Щедрина на подходе. «Это еще ничего, что в Европе за рубь дают полтинник. Будет хуже, если за рубь начнут давать в морду». И, как пишет Рейтерс, это только начало. Редактор субтитров А.Семкин